Цель и задача сегодняшнего мероприятия. Очень следует отметить, я провожу третье итоговое совещание на наиболее крупных территориях, Гатчина, Северс и УАЗ, что оно проходит очень плановерно после итогов проведения деятельности всей федеральной службы Роспотребнадзора, которая прошла относительно недавно, в последние месяца в Москве, в присутствии и активном участии вице-премьера Ольги Юрьевны, Олег Александрович, Ольга Юрьевна, голодец вице-премьера, были подведены итоги деятельности всей службы, и Ольга Юрьевна дала положительную оценку участия Роспотребнадзора во всех значимых этапах деятельности нашего государства. Это касается, конечно же, и Олимпийских игр, настолько четко, грамотно проведена была подготовка и контроль за проведением этого, ну не представляете, какого мероприятия, что ни одного случая, ни заболеваемости, ни вспышки, ни отравления представители Международного комитета Олимпийского, они просто были удивлены, потому что это впервые произошло в сравнении с другими Олимпийскими играми, которые были проведены в разных странах. И заслуга Роспотребнадзора колоссальнейший в этом плане. Также в участии серьезного Роспотребнадзора произошла и стабилизация положения в Республике Крым, между прочим, с активнейшим участием представителей территориального отдела. Жалко, что сегодня его длится, реальная помощь, практическое усиление, то есть силы и средства Роспотребнадзора, ну не Роспотребнадзора, службы Украины на территории Крыма были плачевными, и Россия, в том числе и в его управлении, передали ставку из нашего штатного расписания для временно, естественно, физических лиц для стабилизации этой работы. Вот за отличное оказание практической помощи Черемис, по указанию премьер-министра, из двух Александровича Горстенко, получил этот опыт, в том числе и более значение. Серьезные мероприятия, как и Юлия отметила, проведены и недопущение выступления особо опасных инфекций на территории Российской Федерации. Сейчас вы знаете, что Англика действительно горит, это лекарадка Эбола. Очень серьезные мероприятия в ряде стран Испании, Англии, Соединенные Штаты, есть единственные случаи завоза, регистрации. У нас за счет четкой слаженной системы, работа санитарно-карантинных постов в аэропортах, прежде всего, конечно же, предупреждена всяческая возможность выступления этих случаев. Следует как негативно отметить, что из полномочий нашей службы убраны, изъяты вот такие функции, как предупреждение санитарно-карантинных. Но это случилось, это есть. Но мы, в силу своих функций, взаимодействие с органами власти должны на это серьезнейшим образом влиять. Влиять через согласование генеральных планов, схемки, тиркентального планирования, правил застройки землепользования. Чтобы в этих базовых документах, которые формируют пользу исполнительной власти, действительно четко реализовывались правила, требования санитарного законодательства. Это очень-очень серьезно. Вот позавчера произошло такое же серьезное совещание во Всевословском районе. И так, вот все это настолько в степени оголено в результате нарушения международных полномочий и упущения со стороны органов исполнительной власти. И регионально сегодня наздорно порвано за этим вопросом в угоду, может быть, действительно без инвесторов первоначально. При застройке в серьезной территории, вы знаете, тоже Северский район, это Новодевяткино, между прочим, с метро, единственная область, которая имеет станцию метро Российской Федерации, это Кудрово, Морино, они застраиваются в многоэтажной застройке. Но происходит это в результате такой застройки и нечеткой реализации кемпланов. 28-этажные жилые дома, некрасиво скажу, входят под себя стоки на рельефы, понимаете, то есть ежедневное обеспечение не обеспечено. Социальная инфраструктура не просто запаздывает, она чуть ли не учитывается. Вот это все нарушение ранее сформированных правил, которые мы надзирали. Это скажется однозначно. Доходит до того, что детские дошкольные учреждения, опять-таки, Северский район, Датчинский район, Выборгский, они имеют наиболее длинную лидийку дорожной карты по очереди детские дошкольные учреждения детей, которые у нас возникли в результате, когда демографическая ситуация снизилась, детские дошкольные учреждения зданий были переданы в офисы судна. Сейчас в результате политики государства положительные, демография подниматься стала, особенно рождаемость, и стал дефицит, колоссальный дефицит таких учреждений, особенно в территориях, где не состраивают. Так вот, детские садики начинают строить жилье на первом этаже, понимаете, да, находя там владельку в правилах, и это, ну, с моей точки зрения, абсолютно не только неверный путь, но и преступный. Вот главы администрации не должны такого допустить. Что значит разметиться в детском, в детско-дошкольном учреждении на первом этаже? Это колоссальные риски для безопасности детей, и непосредственность учебной эксплуатации дома, и жалоба, и взаимодействие с жителями. Полагрузные прогулочные площадки за автомагистралью, представляете? Это как? Водить с полицейскими, останавливая автомобильные движения, предупреждая возможность, значит, бродять их животных? Да, возможно, надо на первом этаже строить детский садик, но в моем понимании, это воинская часть при дома, собрали детей, сделали, все понятно. Но квартальные застройки это преступно, поэтому киндисекторам прежде всего застраивается, поэтому идти категорически идти нельзя. Также касается с инженерным обеспечением. Вот планы предусматривают и за счет инвестиций, инвестиционных программ, вхождение в региональную программу чистая вода. Но делать надо так, чтобы и существующее положение, особенно с новым перспективом, решались вопросы и водоснабжения, и канализования, и тепла. Обязательный порядок. Следовательно отметить, что три района, они как раз, может быть, даже больше, что вы отличаются от других. Ну и в Кингисепском районе качество воды идут в угол, лучше, чем среди областные показатели. Такой явной проблематики отсутствует жилье неправильно отличалось. Как мы понимаем, и Волосовский район, и Исланцевский, и Кингисепский требуют вложения развития. На это я обращаю серьезное внимание, чтобы в генеральных планах, схемах кирпичального планирования, правила застройки землепользования, эти вопросы были отражены, и в угоду всю минуту решения не надо идти, чтобы квартальной застройке, пятно по детской саде заменять многоэтажной застройкой, а потом с порохом жалоб работать. Второе направление связано с, только вы говорили, с самым главным, это сохранное укрепление детского населения. Потому что силы и средства надо проявлять наиболее значимые вопросы. И у государства, нации, в моем понимании, самое главное, ее перспективу развития – это интеллект и здоровье. И вот именно через детское население мы можем в нашем государстве рисовать великую ее мощь. То, что мы немножко потеряли на себе, а это надо признать для детей, сохранить их как интеллектуально, чтобы, не дай Бог, не приезжали ни в Израиль, ни в Канаду, ни в Штаты. И здоровье обязательно сдуть на правду. И здесь, на территории Ленинградской области, в общем-то, делается много, отдать должное. И вот дорожная карта, она реализуется. С учетом вот этих негативных моментов, о чем я сказал, в трех районах она не так ярко выражена, она даже не имеет учения, как мы переговорили. И на перспективу развития районов и демографической положительной ситуации мы должны заранее отвечать строительство детских садиков, школ, соответствующих внешкольных образовательных учреждений. Значит, серьезно, так же, вопрос стоит с организацией питания в образовательных учреждениях и в области на сегодняшний момент. Показатель горячего питания, как мы называем, выше средней российской, он достигает до 95%. На территории этих районов он выдерживается даже по некоторым показателям выше. Это очень-очень важно, что ребенок, приходя по сути дела на целый день в образовательные учреждения, должен получить полноценное здоровое питание, помимо всех остальных вопросов обучения, выздоровления. И почему акцент сегодня ставится так активно, мы знаем, за счет санкций, других экономических проблем, значит, денег не хватает ранее обозначенных постановлений и распоряжениями для обеспечения питания в соответствии с генетическими нормами, согласованными. Здесь надо все предпринять, губернатору направлено на соответствующие требования, подготовленные же проекты, постановления, он совсем уже согласован, чтобы поднять стоимость, там крайне низкую среднюю по области 80 копейками рублей, как минимум до 100 и не менее. Но и сейчас администрация должна принимать собственные усилия, чтобы это было организовано. Также, как положительные области, можно отметить, это организация летнего оздоровления в период летней кампании. За последние два года Ленинградская область также превысила выраженный оздоровительный эффект детишек в оздоровлении оздоровлении кампании. Это тоже очень здорово, до 93% достигли, то есть из всех прошедших летний период оздоровления, они доказали, что физическим параметром они получили полноценный это очень здорово, опять-таки по районам сегодня обсуждаемых, показатели на каком-то хорошем уровне и не менее высоких. То есть это надо обязательно, уже сейчас, как я знаю, активно проводиться, с работой с хозяевами Ленинградского учреждения, с администрацией, чтобы все мероприятия заблаговременно были подготовлены, реализованы до открытия Ленинградского учреждения. Целевые и негативные показатели по ней в Ленинградской области не очень стабильны, они на уровне России несколько даже ниже, и по 14-м более ниже 13-м. Также имеются эти проблемы и по этим районам. Три дня назад прошла областная санитарно-противирусическая комиссия, которая рассматривала как раз этот вопрос. В присутствии как раз всего этого форума, о чем я сказал, и достигло такое решение, что будет подписано межведовственное соглашение. У нас много бывает соглашений, положений, но очень важно, чтобы закреплено было за каждым ведовством, еще раз говорю, молодежной политики, образования, МВД, ГУФСИНА, связанной с исполнением наказания за всеми, целевые конкретные количественные показатели по реализации проходящего года, чтобы по итогам мы обсуждали это дело, влияли на эту систему. Мы направим это, безусловно, в районы, и обязательно мы будем провести, чтобы здесь такие вот такие же комиссии, санитарно-противирусную, и этот вопрос обсудить. Очень и очень важно. Чуть-чуть меняется система, может быть даже к лучшему, возникает очень певца в результате инъекционного, вы знаете, пути заражения с аркотиками, и полового. Вот за счет инъекционного снижается, как положительная динамика, проведено анкетирование комитетного образования вместе с институтом развития образования, и есть положительные моменты, что дети нынешнего молодого поколения уже на это не так ориентированы. Они уже не считают это какой-то фишкой там или что, более уже сломаны подавляющей частью даже на здоровый раз жизни, на поиск новой профессии какой-то, отдыха с родителями. И вот этот элемент надо закреплять, обязательно закреплять. Но есть и негативная часть этого анкетирования, проведено 33 тысячи, что дети, они, к сожалению, отмечают, если это проводить даже сходу в год, адреса, где возможны предъявственные котики, и они не меняют. И они их знают. Они говорят, пожалуйста, давайте пойдем сегодня туда, и там это будет. Вот это уже со стороны силовых органов также, безусловно, должно быть серьезнейшим образом приняты меры поиск рене. Графики вместе с клиническими муниципальными больницами и главы администрации должны подтвердить и контролировать. Я поэтому так, может быть, долго уделил внимание, потому что это один из серьезнейших моментов. 90% индиционных заболеваний, это надо сделать. Также профилактика острых кишечных инфекций в области проведена достаточно успешно. Групповых заболеваний было очень мало и вообще как бы не должно быть естественно. К сожалению, в областях и район в лучшую сторону отлечился, имелась одна групповая заболевания с реминолиозом. Поэтому работа обязательно с контингентом антипретированным, так и с пищеблоками, образовательными учреждениями через медицинскую структуру должна проводиться льна постоянно. Уважаемые коллеги, от имени руководства администрации от себя лично рады приветствовать всех присутствующих сегодня на совещании в нашем муниципальном образовании Кингисевского района в формате разведения расширенного итогового совещания территориального охорбина управления Носпорта и Национального. И позвольте пожелать всем участникам сегодняшнего совещания плодотворной работы, эффективной, а также достижения, конечно же, ожидаемых результатов вашего совещания. Сегодня в рамках заявленной тематики совещания вашему вниманию доставлю краткую обзорную информацию о взаимодействии с фруктурными подразделениями Кингисевской администрации с территориальным отделением управления Роспотребнадзора с совместной работой с территориальным отделением и надеемся на продолжение конструктивной тематики и наразличной. Уважаемые коллеги, взаимодействие администрации Кингисевского района и территориального органа Роспотребнадзора хотелось бы осветить в трех основных направлениях. Прежде всего, экономика, жилищно-коммунальная система и социальная сфера. Что касается экономического направления, в администрации сформировано и утверждено распоряжение главы администрации с милитарной противоэкономической комиссии. Принимаемые решения с целью не допущения введения лечебных заболеваний доводится до главной администрации сельских населений, руководителей предприятий и организации района. Для всего хотелось бы отметить то, что решающаяся проблема обеспечения населения города качественной питьевой водой. Администрация района в соответствии с акциональным оборудованием медицинским водоканалом и подразделением Роспотребнадзора сформировано и утверждено два графика мероприятия по доведению качества питьевой воды в соответствии с требованием Санкт-Петербурга на 2014-2017 годы. На решение плана в рамках государственной подрядной программы регионатской области обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры рассмотрено финансирование в размере 259 миллионов рублей для реконструкции водоочистных сооружений серьезных. Работы начнутся в 2016 году. Качество питьевой воды зависит не только от технологии очистки воды, но и от создания распределительных сетей. В городе Кингисепет протяженность оборонопорных сетей составляет 105 километров, в том числе в магистрале 27 километров. Износ сетей составляет 66%. В текущем году выполнены в 2014 году выполнены работы по замене от работы с трех водоводов и в городе Кингисепт на сумму 18 миллионов рублей за счет областного бюджета. Большое внимание уделяется в заварении работе водозапорных очистных сооружений. В 2014 году выполнены работы по замене запорной армаркуры и насосного оборудования на сумму 10,5 миллионов рублей в связи местного бюджета. В 2015 году эта работа продолжается. Специалисты Роспотребнадзора принимают активное участие в работе вежественных комиссий по признанию жилых помещений неприкодными для образования всех в университетов образования как ящик состат Кингисептского района. Оценка жилых помещений для меньшин дает право обратно улучшить свои жилищные условия. Теперь осуществляется перед. Администрацией Кингисептского района создана Межведомственная Координационная Комиссия по вопросам оздоровления подготка и занятости детей и подростков. Отдел Роспотребнадзора принимает активное участие в работе данной комиссии в течение всего кремлянерного года. Совместно подготовлены лидерами между образовательными учреждениями и родителями по оказанию услуг по охотнику и оздоровлению. Скоординированной работой проводится также и по контролю для исполнения планов заданий по подготовке детских поздоровительных обвинений. Добрый день, уважаемые участники совещания. В рамках определенного дневнения я как подоложу о результатах работы администра станции муниципального района за 2014 год. Я считаю, что именно в конкретной работе в наибольшей степени проявляется наше с вами взаимодействие. Муниципальный образовательный муниципальный район расположен на юго-заппе Ленинградской области. Население района составляет 43,5 тысячи человек. Население города Снанца 33,5 тысячи. Бюджет района по закону в 2014 году составил 1,172,000,000,000 рублей. Искавя из полномочий района, бюджет по-трежнему имеет яркую выраженную социальную направленность. 52% занимают расходы на содержание учреждений и на оказание услуг в сфере обозований. 26% расходов бюджета приходится на оказание социальной помощи населения и на социально обслуживания населения. На 1-й ныне 2015 года в районе зарегистрировано порядка 500 юридических лиц и 1200 принимателей. Средняя численность работы как крупной средней организации составила около 6 тысяч человек. Одним месячная зарплата по району за 2014 год составила 26,5 тысяч рублей. Одним из приоритетных вопросов в работе администрации района в сельско-поселении является благоустройство и санитарное состояние подвесных территорий. За последние годы объявлена большая работа в организации сбора вывозки и размещения первых бутылых отходов на территории района. Активно работают недавно объединенные эксплуатации полигонки кубового города и санциями, что позволило решить многолетние продвинулки с сферой славы в телевых учетах. В жилых экономиях установлены контейнеры организованы контейнерами площадки. Приобретена соответствующая техника для сбора выгодов и бутылых отходов. Также в 2014 году выполнялись работы с содержанием городских скверов, парков, полей, ликвидации и санкционерных спалок, с держанием станций и качкой ледных столб. В 2014 году администрация выполняет отдельные государственные полномочия в городской области в сфере обращения с безнадорными животными. За счет средств областного бюджета на территории района проведены работы по отлово учет и стерилизации возвращения средств обитания в 33 особей для набор животных. В 2014 году начали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На данный момент выполнена работа по устроению пундаментов и подрядчик приступил к возведению каркаса зданий. Срок качания работ планируется в 2016 году. С 1 ноября 2014 года славянская жирная полиция перешла на областной филиосферене. В отчетном периоде на рост снижение общей смертности почти на 7,5%. Два раза снизилась сновидевшая смертность. Однако надо отметить, что это и снизилось количество родившихся детей. Обсутствие заболевания с гепатитом, полимелитом, рожей, простой и бактерией. В 2014 году время не отмечалось эпидемии гриба. В 2014 году планируется специализация гробного населения выполнена на 103%. Диспансеризация детей-сирот и детей-старшных в течение родителей выполнена более чем на 107%, что является одним из лучших показателей в области. Активная подготовка в вакцинации в родственном и детском населении выполнена в план вакцинации против гриппа привита 27%. Работа, которая осуществляет администрация в обществе района. По итогам 2015 года у нас количество объектов первой и второй группы санитарной эпидемиологической благополучия заметно изменилось. Объекты первой группы составили 51,7% общего числа объектов. Что в сравнении с 2013 годом в момент с половиной процентов больше. Также значительные изменения произошли в группе дошкольных и общообразовательных организаций в связи с разработкой и применением организаций и заправлений в целевых программах. Финансирование этих программ, в том числе современное образование в ООСовском муниципальном районе с различными программами, позволило в первую очередь усилить материальную базу в медицинских кабинетах, пищевых, и оснащенных технологическими оборудованиями. Кроме того, значительные виды отличаются из капиталовлаживания в ремонт и общообразовательных учреждений. Производятся ремонты в средней школе номер один города Волосова. В этом году я надеюсь мы начнем реализацию проекта комплексной реконструкции средней школы в поселке Сельцо. Готовится проектно-смертная рекомендация на капитальный ремонт в Киринской средней школе. Также у нас на территории района требует капитального ремонта школы искусств в Киринской ремонте. завершаются на данный момент проектные работы надеемся также возникнуть реализацию проекта. Также одним из предметных направлений является обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными учреждениями. На территории нашего района работают две управляющие компании, одна водоснабжающая организация и одна ракета снабжающая. Зимы прошли без существенных сбоев, что является результатом планомерной совместной работы как органов администрации и самих организаций, так и в полном взаимодействии с Роспотребнадзором. Система централизованного водоснабжения в настоящее время обслуживала 85% населения района. Источниками водоснабжения являются архазианские скважины. Вода из водопроводной сети в 2014 году не соответствует геническим нормативам всего 0,4% в год, что ниже показатели предыдущих лет. Качество воды подземных источников и химических показателей в 2014 году не соответствует всего в целых 4,4%. В этом году в 2014 году поднялась 74-78% и эта динамика сохраняется на протяжении нескольких лет. Надеюсь, что в 2015 в 2015 мы также были готовы заключить федеральный эксплуат вопрос надзора. Будем готовы к предприятию, которое будет наше совместное совещание. Надеюсь, будем совместно и с вами. Спасибо за внимание. Сегодня вы подводите итоги своей длительности в 2014 год. На моей памяти третье совещание, которое проходит с момента реорганизации Роспотребнадзора 2005 года в анициативе управления Роспотребнадзором и Соргенович инициатива 2008 года было первое, 2010 второе, сегодня третье. Еще роднее то, что предыдущих я был основным докладчиком по итогам работы трех районов. Поэтому, конечно, я очень хорошо вводил информацию по деятельности наших районов Полосовского, Севского, Сванцевского, поскольку пришлось стоять в основном создание службы здесь моими коллегами. Спасибо. Мне очень приятно быть всех присутствующих здесь коллег без изменения, с которыми начинали работать, с которыми сейчас проблемы не всегда были, они не будут. Нет, ни не менее, то, что город живет и так уже радуется, я могу сказать, так, затерцая по Ленинградской области, не многие на сегодняшний день города, Ленинградская область находятся в таком положении, могут себе позволить существовать и еще развиваться. Но для города, к сожалению, сегодня не имеют такой возможности и пожинают для того, что поживать очень тяжело. В этом плане, конечно, спасибо большое присутствующим всем представителям администрации, которые действительно на сегодняшний день вносят большой вклад в деятельность наших предприятий. Значит, обеспечение деятельности территориального отдела в районе Роспотребного золота в Грисевском, Волосоцком и Сванцевском районе в 2014 году осуществлялось филиалом двумя филиалами нашими в Центре генопедемиологии. Это филиал в Грисово-Волосоцком районе и в Грисевском районе. Так сложилось, что изначально у нас система при создании была такая, что да, у меня место это с негерками соотношение, а дети в реальной отделке обслуживаются двумя филиалами. Ну, оказалось, что и да и жизнь в принципе ситуация на сегодняшний день, что эту ситуацию надо менять. Мы пришли к тому, что все-таки в прошлом году мы уже заложили основу на сегодняшний день выполненных задач, которые мы ставили в воздействии в двух филиалах и создании одного филиала в плане того, чтобы нам, чтобы здесь было также церковное соотношение во взаимодействии данных двух структурных подразделений. Уважаемый Николай Гитарин, в деятельности Терменного отдела управления Роспотребнадзора Министерства Новосоком и Минусланском районе строилось в 2014 году в соответствии с основными управлениями деятельности задачами, которые поделены планом Роспотребнадзора про реализацию указа президента 7 мая 2012 года, основными направлениями деятельности Роспотребнадзора, утвержденными приказом 782, утвержденными планами основных организационных мероприятий и плановых проверок в 2014 год. государственным заданием и плановым заданием ФБУ Центра Дегенерности Министерства Минусланской области и филиалов Министерства Новосок и Санкт-Петербурга, складывающая санитарно-экономическая обстановка и ситуация по защите прав потребителей. В 2014 году штатная численность сотрудников территориального отдела состояла в 24 человека, из них сотрудники санитарно-правильных пунктов и человек. План территориального отдела по реализации указов президента и основных направлений деятельности правительства Российской Федерации на период 2018 года встречает 8 основных целей, 38 мероприятий и целевых показателей разработан с учетом особенностей санитарно-экономической обстановки в Кингисерском и Особском и Санкт-Петербурге и Урмия защиты и Пратс-Петербурге в Кингисерском и Санкт-Петербурге в Кингисерском и Санкт-Петербурге Субтитры создавал DimaTorzok